Друзья, сегодня мы беседуем с Ольгой Чурилиной. Ольга Чурилина ведет интересную программу по развитию интуитивных способностей человека. И те вещи, которые она демонстрирует в интернете, сегодня обалденные. Сегодня есть возможность услышать от нее лично ответы на вопросы по развитию интуиции, по развитию способностей, по развитию способностей чувствовать и работать с информацией в потоках, которые сегодня нас окружают. Оля, давай про свою методику, на ты будем, да? Давай про свою методику. Как ты пришла к ней? Как у тебя получилось? Ну, Наталья, добрый вечер. Ну, что, как пришла? Долгие-долгие годы шла. Много-много училась, много-много работала, много наблюдала за своей жизнью, за жизнью окружающей. И когда начала преподавать уже, наблюдала за тем, что происходит на занятиях. Вот так постепенно, постепенно она и образовалась. Скажи, пожалуйста, твое имя плотно связано с именем Марка Комиссарова и с инфовидением. Что вас вообще объединяло? И используешь ли ты инфовидение, и вообще преподаешь ли ты инфовидение на своем курсе? Есть ли там что-то от Марка Комиссарова? Ну, если говорить о работе Марка Комиссарова, то, наверное, надо поговорить о двух частях. Первая часть – это видение с закрытыми глазами, с которым он занимается с детьми. И вторая – это развитие инфовидения со взрослыми. Вот такой момент мы сейчас обсудим. Давай по очереди и один, и второй, и все это в моментах, связанных и с тобой лично. А интересует именно что? Интересует, используешь ли ты методику Марка Комиссарова в своей работе? Насколько вы… Наталь, интересует, использую ли я методику, или интересует, существует ли видение с закрытыми глазами? Ну, конечно, конечно, не развод ли это, если уже совсем прямолинейно? Понятно. Итак, смотрите, тут вот есть… Давайте рассмотрим подробно. Во-первых, видение с закрытыми глазами существует. Как явление, как факт. Его доказала Наталья Петровна Бехтерева, когда исследовала Володю Бронникову, Сашу Левита и других ребят, она показала, что в этой ситуации, когда ребята видят с закрытыми глазами, мозг работает вообще по-другому. Это очень важный момент. Он показывает, что действительно видение с закрытыми глазами существует. Она даже дала название этому явлению, вот тому, как работает мозг. Она назвала это псевдо-эпиактивностью. Потому что в отличие от обычной работы зрительного, ну, когда мы смотрим на что-то, то наш мозг работает определенным образом. Сначала активируются задние доли мозга, потом ассоциативные доли и так далее. Когда же человек читает с закрытыми глазами, то мозг у него активен весь, сразу. Как будто бы происходит эпилептический припадок, только при пакте нету. То есть этот факт установлен. Поэтому смело можно говорить, что видение с закрытыми глазами существует. Это первое. Второе. Если это явление... Обладает ли каждый человек такой способностью? Я думаю, что да, в раннем детстве такая способность есть у каждого. Мы ее не используем. И действительно, от того, что мы ее не используем, она постепенно угасает, где-то в пубертате. Если говорить о том, что развивает ли ее мать-комиссары, то я бы сказала, скорее не развивает, а действительно активирует. То есть он побуждает детей видеть с закрытыми глазами. Вот в этом вся методика заключается. Там больше ничего нету. Он побуждает ребенка видеть с закрытыми глазами. Предлагая ему, во-первых, во-первых, объясняя, что это возможно, а у детей еще нету тех барьеров, которые есть у взрослых людей. И действительно их мозг на это способен. Есть еще один момент. А могут ли дети обманывать? Потому что вот в этой методике используются повязки на глаза. Причем повязки такие, с которой, ну как бы немного сдвинут, которые можно увидеть. Да, 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 да. А вот как вы думаете, Наталья, дети могут подглядывать? В принципе. В принципе могут. Ведь им же интересно и там, и там. И так, и так. Дети могут списывать контрольные работы? Конечно, они исследуют мир. Они все такие, да? И это ничего такого страшного нету. Каждый ребенок, в принципе, может схитрить. Конечно, конечно. Смотреть. И это нормальное явление. Да. Другое дело, что когда вы обучаете, вы должны следить за тем, чтобы это не происходило. Очень мягко. Угу. Ну, вот я ответила на этот вопрос. Ну, я думаю, что да. Я, в всяком случае, не один из тех, кто прошел вот все эти тренинги по интуиции. Я вот задавала вопрос по Марку Комиссару. На самом деле речь не только о Марке. В Минске, например, безумное количество тренингов по интуиции, которые продаются сегодня. Да, и которые предлагают тренировки с листиками, с играми, с картами, с кубиками, с чем угодно. Но на выходе взять и продемонстрировать вот то, что демонстрируешь ты или Владимир Бесфамильный. Я не встречала такого человека больше. То есть вот человек проходит там два года учиться на курсах интуиции, и через два года регулярных занятий он не может повторить то, что ты демонстрируешь. Наталья, я вот, к сожалению, наверное, не проходила никакие курсы по развитию интуиции. В свое время, когда-то еще в 90-е годы, я проходила, работая на пролетарской в Москве, я проходила все время мимо Центра развития человека Норбекова. Вот это я помню. Я проходила мимо, все время с завистью смотрела на табличку. Мне так хотелось туда зайти, и мне было очень некогда. Так что я не могу сказать, что проходит на других курсах. Что у тебя? Другие, ладно. Я могу сказать... Что? Что у тебя, другие, ладно. У тебя люди в конце имеют результат? Я занимаюсь развитием интуитивного мышления. Дело в том, что мы мыслим по-разному. Мы мыслим иногда логически. Иногда мы эмоционально мыслим. Иногда мы в мышлении опираемся исключительно на свой прошлый опыт. То есть, в принципе, у нас различное мышление. И как показывает жизнь, и моя, и мой опыт, успешные люди те, которые умеют слушать свою интуицию. И умеют мыслить интуитивно. Поэтому вот этот курс для людей, которые амбициозные, хотят чего-то добиться. И без интуиции я вообще считаю, сейчас это невозможно никуда продвинуться. На одной логике никуда мы не убежим. Вот. Чем мой курс отличается от других? Да. Несмотря на то, что я не посещала другие курсы, я точно знаю, что он отличается. Потому что он основан на новой гипотезе восприятия. Суть этой гипотезы, я рассказывала в роликах, они есть в интернете, можно посмотреть. И именно опираясь на эту гипотезу, а она основана, она не эзотерическая, она основана на квантовой физике, мы приходим к тому, что понимаем, как нам нужно развивать интуитивное мышление. Вот эта гипотеза, это, не знаю, это теория, она лежит в основе, она самая главная. Вот это и есть суть этой методики. Все остальное, оно исходит из нее. Если вы ее поймете, вы сами можете придумать массу упражнений. Я очень хочу, чтобы эта теория дошла до каждого. Вот, в общем-то, в этом и есть цель того, что я делаю. Я, конечно, могу сказать, что она у меня родилась с трудом. То есть роды были непростые, длились они несколько лет. И есть, конечно, элемент такой небольшой мистики, в том, как она ко мне пришла. Сказать, что она моя, я не могу. Я сейчас вообще стою на такой средней позиции магия с одной стороны. Есть с другой стороны, есть наука. И вот мы сейчас находимся на таком распуте. Как же одну связывается с другим. И вот квантовая физика, это как раз то, что связывает одно с другим. Я могу рассказать, как ко мне пришла эта гипотеза. Значит, я работала. Значит, сначала я познакомилась с Бродюшкой Михайловичем, потом с Марком Комиссаровым. Потом я благополучно рассталась со всеми. Ну, просто потому, что у меня немножко другой подход. У каждого свой подход, у каждого свое видение. того, что он делает. И у меня свой подход. И я, поскольку я психолог, математик, я как-то вот от науки пыталась. Как бы к науке все-таки. Я всю жизнь работала в офисах. Я очень такой вот социализированный человек. И мне было очень важно найти людей, которые сегодня занимаются этой темой. но занимаются не как эзотерики, а как ученые. Как я уже говорила, эта тема, она сегодня закрыта. Чему она закрыта? Ну, потому же, почему тогда-то генетика, кибернетика были буржуазными лженауками. Ну, так вот сейчас общество развивается. Понимаете? Вот, видимо, это рановато обществу. Поэтому все идет с трудом. Так вот, я стала искать людей, которые, находясь в научной среде, сказали бы мне, что видение с открытыми глазами существует, и, ну, как бы успокоили меня, что я не занимаюсь бредом. И дочка у меня училась в МГУ на факультете психологии, кафедры психофизиологии. Был у нее научный руководитель Измайлов Чингис Абельфазович, заслуженный профессором ГУ. Я с ним познакомилась, рассказала ему про то, чем я занимаюсь. И он, на удивление, с радостью сказал, что он знает, что это существует явление и готов со мной вместе его изучать. Ну, вернее, я там как-то вот могу с ним его изучать. К сожалению, мы очень мало с ним проработали, но он был для меня очень значимым человеком. Я его считаю своим учителем и тем, кто, ну, что-то дал мне такое, что нельзя в двух словах описать. Что-то очень важное передал. И вот, когда он ушел из жизни, я поняла, что теперь он знает, как устроено наше сознание. И он мне приснился скоростью. И это был удивительный сон. Он мне очень подробно объяснял. На примере моего сына. Но когда я проснулась, я не могла вспомнить, о чем это было. Я только понимала, что было что-то очень важное. И единственное, что я поняла, что между нами, нашим телом и нашим сознанием что-то есть. И это что-то называлось то ли на букву П, то ли на букву Т. Проводник, переходник, транслятор, трансформатор. Вот что-то такое. Прошло два года после этого сна. Я на занятиях наблюдала, что это действительно происходит. Как будто бы человеку кто-то что-то подсказывает. Но пазл у меня не складывался. Я никак не могла понять, что же это, о чем идет речь. И однажды ко мне пришла на занятие девушка. Сказала, что у нее есть способности. И она хочет их развивать. Мы начали с ней заниматься. И я показала на каком-то занятии портрет Ченги Габрифазовича. Рассказала, что это очень важный для меня человек. Что он что-то мне сказал. А вот пазлы никак не сходятся. У девушки действительно были способности и есть сейчас. И эти способности медиумические. Она вошла с ним в контакт. И описала в ней очень многое. И спросила, хочу ли я с ним поговорить. Я сказала, да. И она стала задавать вновь. И она стала общаться. Я спрашиваю, он отвечает. И что он мне сказал на удивление? Он меня обругал. Он сказал, что я два года стою на месте. Что я сорвала какие-то там плоды, но до корней не добралась. После этого случая прошел еще год. И я мобилизовалась. Я стала изучать все больше и больше. Литературу, наблюдения. И ровно через год. Я даже помню это число. Это было в 2014 году. Вдруг, сидя за столом и общаясь со своей сестой, я начинаю что-то говорить. И вот эта гипотеза, она прямо из меня вылилась. Четкая, ясная и понятная. Я ее записала сразу на следующий день и выложила в интернет. Вот так появилась эта гипотеза. Уже после этого я пошла на курсы квантовой физики в МГУ. Прошла семестр обучения. И там я нашла подтверждение этой гипотезы. Вот таким путем, достаточно мистическим, несвойственным мне, я получила эту гипотезу. Поэтому сказать, что она моя, я не могу. Ну и сказать, что она Чингиза Абельфадовича, а вдруг это все бред. И он бы мне сейчас сказал, что это ерунда, и он к этому не имеет отношения. Думайте, что хотите. Ну получается, что ты подвела научную основу, и у человека работает не просто вера в результат, а он знает, что по-другому быть не может? Да. Ну, по сути дела, это объяснение результативности. Я не очень скажу, что? Я говорю, по сути дела, это объяснение результативности, успешности у людей, которые прошли у тебя обучение. Эта гипотеза позволяет изменить мировоззрение. Дело в том, что все зависит от того, как мы воспринимаем эту реальность. Если мы считаем, что человек, если мы никогда не видели, как человек плывет по воде, то мы никогда не научимся плавать. Если мы археологи, и находим какую-то древнюю табличку, на которой что-то там накорябано, и мы считаем, что это узор, то мы никогда не узнаем, какая там запись, что они хотели передать. А если мы считаем, что это письмена, которые они хотели нам передать, то мы сможем их прочесть. Может быть, не сегодня, не завтра, через 10 лет, через 100 лет. Но до тех пор, пока мы не посчитаем, что это некая информация заложена для будущих людей, мы не сможем ее прочесть. Вот так же эта теория позволяет понять, что вся информация уже есть в нашем мозгу. Уже есть. И не надо никакие антенки, пардон, как говорит Марс Комиссаров, никуда настраивать. Вся информация есть у нас в мозгу. И нам нужно просто через свое, через себя ее получить. А мы — это наше тело. Это наши эмоции, мысли. Это наши физические ощущения, энергетические ощущения. Таким вот образом. Еще я хочу сказать, что развивается, когда у нас логическое мышление, это левополушарное такое мышление, оно замечательное, оно прекрасное, оно необходимо нам, но его мало. И когда мы к нему же добавляем интуитивное мышление, вот это действительно получается интеллектуальный прорыв. Потому что мы опираемся и на логическое мышление тоже, развивая интуитивное мышление. Мы развиваем и чувственную сферу, и мыслительную сферу, и ощущения развиваем. То есть это такое многогранное развитие мозга. Оль, еще один такой вопрос. Что связывает тебя и Владимира Бесфамильного? Я видела сюжеты телепередач, где вы вместе, и по сути дела, вот мне впервые рассказал вот о тебе в новом ключе, да, не в ключе инфовидения, а в ключе, что действительно очень прорывная техника, и она очень классно работает твоя методика, твоя гипотеза очень просто классная. Мне впервые рассказал Владимир. И вот после встречи с Владимиром я и заинтересовалась, чем же ты теперь занимаешься, потому что много лет прошло, много лет прошло, когда я не следила за твоей деятельностью. И, честно говоря, когда я начала смотреть видео, я была тоже под впечатлением. Что вас с Владимиром связывает? Ну, Владимир проходил обучение у меня. В отличие от большинства людей, он относится к тем, кто продолжал обучение. Некоторые приходят на тренинг, проходят и дальше, не знаю, как они развиваются или забывают. Таким большинство. Ну, конечно. Есть же люди, которые продолжают заниматься регулярно. И у них потрясающий результат. Что можно сказать про Владимира? Мы с ним года два или три длилось это обучение после тренинга. Его больше всего заинтересовала тема управления реальностью, формирования событий. Это не основная тема в интуитивном мышлении, но она там есть. Ему она наиболее близка, наиболее интересна. Поэтому он начал выкладывать ролики, связанные с этим. Ему тоже захотелось очень поделиться со всеми тем, что он умеет. И на передачи действительно меня иногда приглашали на телевидение, и я просила учеников, чтобы они пошли и что-то показали. Вот Владимир располагал временным ресурсом, ему было интересно, и вот мы с ним вместе ходили. Но есть люди, которые другие аспекты интуитивного мышления развивают. Тут все по-разному. Ну вот смотри, ключевое, что я услышала сейчас из твоего ответа, Владимир занимался достаточно длительное время. Поэтому у меня возникают мысли насчет того, что разовый семинар, это разовый семинар, и он не гарантирует результата. Результат гарантируется, когда человек в этой теме и постепенно углубляется, ведь ему же надо время на углубление в себя. Он же, если человек не научился чувствовать и на тренинге за два дня развить чувствительность, эмпатию, восприятие изменить, это достаточно сложно. То есть для этого требуется время, для этого надо, чтобы психика перестроилась, новые нейронные связи появились. Для этого надо физиологические изменения, кроме психических. Поэтому у меня и родилось к тебе предложение, чтобы мы в Минске сделали школу обучающую, чтобы это не был разовый тренинг, а это была твоя методика в основе, и это был процесс, который дает людям гарантированный результат. Да, Наталья, действительно, это интересное предложение, потому что в свое время я когда-то сама организовывала центр, но поняла, что я не организатор, это не моя система. Поэтому я была, конечно, очень благодарна, если ты бы взяла на себя такую вот эту работу по организации такой школы, это было бы замечательно. Ну, здорово. Давай делать, просто у меня сейчас мысли крутятся так, чтобы в Минске было много людей, которые бы осознанно творили изменения в своей жизни. Ведь управлять генератором – это одно дело, другое дело – переложить на другие аспекты жизни, и это все тогда превращает наше бытие в сплошное чудо, да, в игру. Да, Наталья, вот я хочу сказать, что для чего вообще создана эта методика, да? Для того, чтобы человек в первую очередь познал себя. Потому что сначала мы познаем себя, мы познаем свои эмоции, мы познаем свои истинные желания, мы познаем мотивы своего поведения. фактически выясняется, что мы очень много не знаем о себе. Ну, простите, живем как биороботы, да? Ну да. То, что ты часто говоришь осознанно и неосознанно, да? Угу. Вот фактически, вот для этого создан этот курс. Когда, как только мы начинаем чувствовать и понимать себя, тогда мы начинаем чувствовать и понимать других людей. И когда мы начинаем чувствовать и понимать других людей, мы уже начинаем фактически управлять реальностью. Да? То есть это такой поэтапный момент. Сначала себя, потом других, а потом уже формировать то, что хотим. Вот ты знаешь, удивительно мне сейчас слушать вот в нашем диалоге твои вот такие высказывания. Я вспоминаю наш эксперимент неделю назад, не неделю, вот несколько дней, еще не прошло недели. Когда мы погрузили человека в глубоко измененное состояние сознания, он вышел на связь с цивилизацией Саваоф и задавал вопросы, как бы это мистически сейчас не звучало, да? И основу, которая там прозвучала, что определяет развитие людей, это эмпатия, чувствительность, умение чувствовать другую, чужую боль, дабы не причинять ее и так далее. То есть в основе развития человека лежит умение чувствовать, умение чувствовать другого человека. И по сути дела это то, чем мы будем заниматься на тренинге, развивая вот эту способность свою к управлению реальности. Да, это самое главное, да, абсолютно согласна, что сначала, чтобы чувствовать другого, сначала почувствовать себя, потому что мы инструмент, да? Очень часто, иногда ко мне приходят, не часто, иногда приходят люди, которые говорят, ой, я не хочу испытывать гнев, я его уже пережил, мне это уже не знакомо, я вообще такой весь спокойный, весь спокойный. На самом деле это не так. Я вижу, что человек просто подавил эту жизнь. Подавил, да. И не может, и все. И понять, что все эмоции, которые существуют, они просто, может быть, не его, они все нужны. Господь создал, или природа создала, это кто как скажет, да? Но эмоции нам всем нужны. Они все нужны. И если мы неправильно их применяем, то лишь только потому, что мы их неправильно применяем. Если человек испытывает гнев, когда ему в метро наступают на ногу, и начинают там вести активные действия, конечно, это неуместно. Но если человек идет по улице и видит, что обижают хулиганы ребенка, то без эмоций гнева он не защитит этого ребенка. Это эмоции, которые даст ему силы, потому что у него возникнет гнев, протест на то, что хулиганы обижают малыша. Да, я никогда, я не могу себе представить человека, который будет драться с хулиганами, чтобы спасти малыша, и не испытывать вот таких эмоций. То есть всему свое место, всему свое время. Полностью с тобой согласна. Оль, можно я с твоего разрешения вот сейчас людям на камеру анонсирую, что мы в Минске делаем школу по развитию интуитивного мышления? И будем идти на результат. Мы будем идти на то, чтобы у людей, те, кто пришел учиться, чтобы в конце занятия они могли по мере, как у них развивается способность сесть перед камерой, продемонстрировать, чему они научились и рассказать, как это повлияло на их жизнь. Да, хотелось бы, чтобы все научились этому. Да, то есть человек, приходя, начинает учиться и учиться до тех пор, пока у него не получаются результаты, дабы прописать в мозге, зафиксировать результаты, выстроить новые нейронные связи, изменить мировосприятие, изменить психические особенности. На самом деле, это кусок работы, если брать вот так, да? Мы этот кусок работы проделываем вместе и на выходе имеем результат и имеем демонстрации людей. А так как обучение будет многократное, мы просто простимулируем тех, кто захочет учиться и будет жалеть денег, мы просто им сделаем скидки. Да, вы и не учились. Наталья, ну это же дело организатора. Как я уже сказала, я не очень хорошая, как организатор, поэтому вот я доверяю тебе, себя и опыта больше, и вот, как бы ты в этом лучше понимаешь. Что я хочу еще сказать по поводу результата и по поводу отличия методики, вот я сейчас вдруг подумала такой момент, чем моя методика отличается от методики Марка Комиссаровой, возможно, от каких-то других, не знаю, каких. Угу. Раз, два, три. Дело в том, что вот сам факт видения с закрытыми глазами, это видение той же реальности, которую мы видим с открытыми глазами. Угу. Меня больше интересует не просто увидеть, допустим, что-то, ну, не просто увидеть, что вот у нас тут мужчина 20-летний с карими глазами, а увидеть, что это за человек, какой он, чем он не интересуется, чего от него можно ждать. Угу. Он искренний и он подлый. Суть, да. Да, да, да. Это принципиально. И у меня потрясающе ученики делают, я не... Вот я считаю, что они во много меня превосходят. Во-первых, они моложе. У меня мозги, многие моложе, да? И я вот потрясающе. Вот у меня мужчина, допустим, он живет в Крыму, не буду говорить его имя. Угу. Я показываю фотографию в конвейер, да? Ну, он не видит, кто там. Я нахожусь в Москве, он в Крыму. Паскай. Он не описывает человека. Описывает. Я записываю, что он говорит. Подхожу к дочери и спрашиваю, кто это. Она сразу называет «Союз». Понимаешь? То есть настолько четкие, настолько яркие характеристики, что другой человек может по ним сразу понять, что там. Угу. Вот это важно. Важно не увидеть... Понимаешь? Важно понять глубинную суть человека. Угу. Да, вот это очень важно. Не просто вот увидеть, что он там говорит. И тут никакой профайлинг не нужен. Не нужно смотреть, куда он... Не столь важно, куда он посмотрел, где его взгляд. Угу. Не столь важно, какие у него мышцы там дергаются, какая у него поза. Это, конечно, важно, но ты делаешь занятия, когда человек вообще в другой комнате. Он что-то там по заданию испытывает. Угу. И понятно, что он думает. Это человек. Угу. Есть. Вынуждена прерваться. Очень интересно. Тут ко мне пришли друзья, животные, дети и целая толпа веселая опять ворвалась в комнату. Поэтому запись дальше продолжать уже просто невозможно. Ольга, жду тебя в Минске и анонсирую новую программу. Хорошо? Еще раз летает. К�-к�-к�. Новых встреч. К�-к�-к�. Кде, в дом. К�-к�. Нюх.